Сейчас мы узнаем, кто из вас сможет дать 15 правильных ответов и выиграть 1 миллион виртуальных рублей. Все готовы? Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» 100 рублей, и на экране появляется первый вопрос. Как археологи называют слой Земли, содержащий остатки деятельности человека? Не спешите, у вас есть время подумать. Культурный. Ваш ответ верный, поздравляем вас! Космической скорости с каким названием не существует? Задняя. Отлично! Вы дали правильный ответ. Ведущая с какой фамилией придумала телепрограмму «Женские истории»? Оксана Пушкина. И спешите, у вас есть время подумать. Это Оксана Пушкина. Отлично! Вы дали правильный ответ. Как называется известная русская сказка? Куры, петухи, павлины, мавлины, утки, селези, лути, лебеди. Правильно! Переходим ко второму вопросу. И на кону 200 рублей. Каким словом завершается команда спортсменов? На старт, внимание, марш! Удачный выбор. Правильно! Как заканчивается известная поговорка, солдат спит, а служба идет. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Что, если верить русской пословице, должно гореть на воре? Шапка. Удачный выбор. Правильно! Как согласно русской поговорке поступили на базаре с любопытной варварой? Это прям... Это мое! Оторвали вновь! Удачный выбор. Правильно! Хорошо. Следующий вопрос стоимостью 300 рублей. Как называется женская прическа? Аврора. Отлично! Вы дали правильный ответ. Как называется резкое выпадение из памяти человека какой-либо информации? Провал. Правильно! Как иначе называли СССР? Срана совета. Ваш ответ верный. Поздравляем вас! Какое оружие получится, если у охотничьего ружья угородить ствол? Обрез. Правильно! Внимание! Все же никто не хочет покидать игру ни с чем. Четвертый вопрос и 500 рублей. Как называется один из фильмов о поэте 007? Я думаю, золотой кулак. Это не печально, но вы неверно ответили на вопрос. Ну что... Какое невезение! Вы проиграли. И покидаете нас ни с чем. Ну... Ладно. Что сотрудник фирмы не обязан указывать на своей деловой визитной карточке? Количество детей. Это было нетрудно. Правильно. Как называется известная телепрограмма российского телевидения? Более чудес. Это было нетрудно. Правильно. Как называют синяк под лазом? Фонарь. Это было нетрудно. Правильно. Совсем неплохо. А мы переходим к пятому вопросу. Ответив на него, вы заработаете тысячу рублей. Какой из сказки фигурирует побег? Три покушения и одно убийство. Какой из ответов вам кажется правильным? Колобок. Ничего не скажешь. Верно. Какого цвета классические джинсы? Синего. Правильно. Какой овощ на Украине называют цебули? Лук. Это верный ответ. Отличная работа. У вас уже есть тысяча рублей. Интересно, кто из вас удвоит заработанную сумму, ответив на следующий вопрос? Шестой вопрос и две тысячи рублей. Что в русском языке не относится к служебным частям речи? Наречие, частица, союз, предлог. Наречие. Отлично! Это правильный ответ. Какую часть числа составляет процент? Сотую, десятую, тысячную, десятитысячную. Ой, сотую. Отлично! Это правильный ответ. Какой континент является родиной Томагавка? Северная Америка, Африка, Евразия, Австралия? Северная Америка. Это верный ответ. Отличная работа. Следующий вопрос и четыре тысячи рублей. Если вы даете неправильный ответ, то теряйте одну тысячу рублей. Думайте хорошенько, прежде чем дать ответ. Как переводится с английского название танца «твист»? Есть шаги, прыжки, кручения, нервы. Кручения. Ваш ответ верный. Поздравляем вас! В каком году был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли? В 1947 году, в 1957 году, в 1967, в 1977. Но я родился в год запуска первого спутника. 57-й. Это было нетрудно. Правильно. Откуда родом композитор Имре Кальман? В Венгрии, Италия, Франция, Великобритания. В Венгрии. Это было нетрудно. Правильно. Вы отлично играете, у вас уже есть четыре тысячи рублей. И вы можете заработать еще четыре, ответив на следующий вопрос. Какая фамилия у жениха, героя пьесы, Антона Павловича Чехова «Свадьба»? Очумелов, Опломбов, Курятин, Туркин. Очумелов. Это неправильный ответ. Вам не повезло. Вы могли бы заработать восемь тысяч рублей, но, к сожалению, вопрос оказался для вас слишком сложным. В этой игре вы заработали тысячу рублей. Лидером какой группы был Виктор Цой? Зоопарк, кино, ария, звуки му. Кино. Это ваше последнее решение? Вы можете удвоить свой результат, если сейчас дадите правильный ответ. Ну, в общем-то, крякнуть я не собрался. Поэтому мое решение будет крайнее, но не последнее. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Где расположены органы слуха у кузнечиков? На глазах? На ногах? На крыльях? На усиках? На ногах. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ на следующий вопрос. И 16 тысяч рублей ваши. Внимание на экран. Девятый вопрос. И 16 тысяч рублей. В какой стране происходит действие кинокомедии «Миллион в брачной корзине»? В Италии. В Германии. Во Франции. В Греции. В Италии. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Название какого стиля в искусстве в переводе на русский означает «новейший»? Ампир. Модерн. Порокка. Котика. Шик-модерн. Да. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. В случае верного ответа вы зарабатываете вторую несгораемую сумму 32 тысячи рублей. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ. А вот и вопрос. Какой из этих периодов в эволюции Земли не входит в мезозойскую эру? Меловой. Юрский. Риасовый. Дивонский. Юрский. Да. К сожалению, вы выбрали неправильный вариант ответа. Не повезло. Один правильный ответ, и вам было бы не о чем переживать, так как вторая несгораемая сумма стала бы вашей. Но, к сожалению, ответ неверный, и ваш результат – одна тысяча рублей. На территории какой области Италии расположен город Рим? Ломбардии, Тосканы, Лацио, Пьемонта. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Плац. Очень хорошо, с этим все в порядке. Что бы ни случилось, у вас уже есть 32 тысячи рублей. А мы продолжаем игру. Следующий вопрос удвоит заработанную вами сумму. Кто в Японии поставил памятник лягушке? Актеры? Учителя? Медики? Или художник? Медики? Да. Так, ответ правильный. Казик. Вы хорошо играете, но в данном случае неправильный ответ будет стоить вам 32 тысяч рублей. Поэтому не торопитесь. Двенадцатый вопрос и 125 тысяч. Как иначе японцы называют праздник девочек? Фестиваль кукол. Конкурс фонарей. День кимоно. Ярмарка вееров. Фестиваль кукол. Вы превосходно играете. Следующий вопрос и 250 тысяч рублей. Неправильный ответ может вам стоить 93 тысяч рублей. Я вам желаю удачи. Тринадцатый вопрос. На скольких скрижалях были высечены 10 заповедей, врученных Богом Моисею? На одной, на двух, на трех, на пяти. Звонок другу. Итак, подсказка «Звонок другу». Как вы думаете, кто может вам помочь дать правильный ответ? Ну, поп. Ну, Марк. Да, кажется, это вариант «Б», но я не уверен. Извини, приятель, но от меня совсем мало толку. В любом случае, удачи тебе. Я думаю, на трех. К сожалению, вы дали неправильный ответ. Вы рисковали потерять 93 тысячи рублей. И, к сожалению, потеряли всего одно неверное решение. Тем не менее, я вас поздравляю, вы заработали 32 тысячи. Это класс. Посмотрите, как вы сыграли. Наш динам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok